Друзья мои дорогие, добрый день, с вами Катя. Я вас как всегда приветствую из нашего города, из Кинчану Терми, из Тоскана. Для тех, кто первый раз попал на мои первые, вторые, третьи каналы, я хочу представиться, я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Лицензия экскурсовода города Рима выглядит именно вот таким образом. Это моя старая, еще до Евросоюза. Поэтому я экскурсоводом, друзья, работаю с 1999 года. Итак, я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ну и как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе. Там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Сегодняшний сюжет – это продолжение моего вчерашнего сюжета. То есть, если вы посмотрите видеолинейки, вы увидите вчерашний сюжет, который я посвятила туристическим фрикам. Туристическим фрикам в итальянском туризме. Меня попросили мои коллеги из Венеции, сказали, что безобразие у нас происходит. И вот сейчас в январе, 13 января, и потом вот сейчас на носу карнавал в Венеции. Значит, мне указали на некого Андрея Бильжо. Я не знаю, кто это такой. Вчера я узнала, что есть такой психиатр. То есть психиатр, в общем-то, писатель. Писатель-психиатр, который будет проводить экскурсии в Венеции. И попросили записать репортаж на эту тему. И еще я рассказала про Шандеровича. Мне рассказали о том, прислали скриншот, что оказывается, вот Виктор Шандерович, Рим с Виктором Шандеровичем от Цезаря до Караваджо и Феллини. Значит, это удовольствие будет вот в этом году. Причем два раза. Стоимость 4400 евро. Я посмотрела на сайте. При условии двухместного размещения в отеле. Одноместный, там пять с чем-то. Отлично. Шандерович, он является экскурсоводом. У него есть лицензии. Он имеет право проводить экскурсии в Риме. Значит, смотрите, какая деталь, друзья. Вот я хочу обратиться. Я не знала. Мне мои коллеги, просто мне вчера вечером стали звонить мои коллеги из разных городов, поскольку многие мои коллеги подписаны на мои каналы, и они сказали, что вот этот вот скриншот, который я продемонстрировала с Виктором Шандеровичем, он был взят с сайта клуб путешествий Михаила Кожухова. Я помню его передачи. По-моему, на первом канале про путешествия у него были передачи. Кстати, на мой взгляд, очень неплохие передачи. Некоторые смотрела. Я помню, что после смерти Юрия Сенкевича несколько передач такого формата появилось. Некоторые невозможно было смотреть. Но вот что касается Кожухова, да, я смотрела. И я сегодня разговаривала с моим начальником из моей редакции московской. Он сказал, что, оказывается, Кожухов больше на телевидении не работает. Единственный его способ выживания – это вот клуб путешествий. Так называемый. Ну, прекрасно, пожалуйста, человек нашел себя в том ремесле, который ему нравится. Почему бы нет? Единственный вопрос, который я хочу задать – почему вы пользуетесь нелегальными услугами? В общем-то, такой формат для меня – проехаться в компании с известным человеком. Хотя, скажем так, вот те, кого я знала, посмотрев его сайт, это вот Шандерович и, по-моему, больше никого. Я всех остальных не знаю. Но я понимаю, что как бы вот такой персонаж – это как приманка. Друзья, я сталкивалась с подобным форматом и несколько лет, и несколько лет тому назад. Кстати, даже несколько лет тому назад мне удалось поработать с Сан Санычем Васильевым, с историком моды, кстати, с которым у меня очень хорошие отношения, дружеские отношения. Я хочу сказать, да, что у него поездки, у него стоили дорого, но они были все законные. То есть в каждом городе Сан Саныч, он брал официального экскурсовода, у него были официальные гостиницы. Он пользовался исключительно только официальными лицами, то есть, скажем так, вот экскурсоводами или официальными структурами. Я вот помню, когда я проводила экскурсию по галерее Бургизы, он всегда сопровождал группы с утра до вечера. Допустим, он мог меня прервать и вот чисто тематически, профессионально обратить внимание на то, как были одеты люди в XVI веке, в XVII веке. Он это делал абсолютно профессионально, и поэтому тут вопросов никаких не было. Он свои туры отрабатывал. А потом вот это пошло вот как вот снежный ком и дошло до определенного абсурда. Вот я хочу разобрать сайт Кожухова. Там у него очень много направлений по Европе. Это не моя компетенция. Моя компетенция – это Италия, и Рим, и Сиена, где я имею полное право работать. Два города. Но тут, смотрите, обратили внимание мои коллеги на что? На Венецию, что тут опять идет этот психиатр, психиатр, который проводит экскурсии по Венеции. Карнавал Венеции с Андреем Бильжо. И потом там еще с кем-то. Дмитрием Макаровым. Кто такой, я не знаю. Но там ниже, правда, идет переиндексация. У них очень интересно это все оформлено. Вы можете зайти просто сами посмотреть. Кто нас, значит, душа компании. То есть в данном случае Шендерович или этот Бильжо – это душа компании. То есть они будут рассказывать о своем опыте, о своей жизни. Но Шендерович, конечно же, поделится опытом, видимо, связанным с матрасом. Кстати, я забегаю вперед. Хочу сказать, что мы поговорили с моими коллегами, экскурсоводами города Рима. А мы ему матрас подтащим. Там на улице императорских форумов, в принципе, ему и… Там много отморозков. Ему там место найдется. И, в принципе, я думаю, что за подобные аттракционы там будут подавать как надо. В общем, вот он будет душа компании. Но вот интересная вещь. Кто же будет встречать в Риме? То есть, видимо, как экскурсовод. Кто нас встречает? И тут написано «Марита, гид клуба в Риме». Да, конечно. «История культуры и травл-журналист, окончив аспирантуру на филфаке в МГУ, несколько лет работала редактором раздела «Путешествия культуры» в журнале «Вокруг света», ну и так далее, и так далее». Где лицензия? Где она работала? Это не имеет значения. Где лицензия вот такого образца? Экскурсовод, имя, фамилия, не только имя, вместо только имя и фамилия, и лицензия. Где лицензия? Значит, я просмотрела по списку официальных экскурсоводов на государственном сайте. Такого гида нет. Это нелегально. Этого нельзя делать. Вы понимаете, что если за жопу, извините, за мой французский, возьмут, это штраф несколько тысяч евро. И не только ей, но и вам. Вот. Да. Значит, дальше мы с вами идем. Мне сказали по поводу экскурсоводы из Неаполя. Со мной связались сегодня. Значит, Неаполь с Наташей Барби. Археология и гастрономия. А вообще-то мне как-то казалось, что Наташа Барби, она занималась ремонтом элитарных квартир или элитарных вилл для очень богатых русских випов, так называемых, да, бомонда, за государственный счет. То есть за счет Первого канала. Исключительно богатым. Нет, я не считаю деньги в чужом кармане. Ну, как бы вот в этом, наверное, она поднаторела в элитарном ремонте, в элитарном дизайне для элитарных квартир или вилл. А при чем здесь археология и гастрономия? Кстати, по поводу вот этих гастрономических туров. Вот, например, здесь у нас Тоскане, агротуризм. Знаете, чтобы проводить подобные туры гастрономические, надо иметь другой тип лицензии. Называется это Чезарина. И вот тут я хочу сразу же, не отходя от кассы, как говорится, рассказать про Юлю Высоцкую. Тоже, скажем, гений подобных нелегальных туров. Вот вилла, это буквально 10 километров от нас, от Кенчано-Терми, Фаяну, где у них вилла с Кончаловским. Значит, она очень интересно устроена. Там домик отдельный, где они с Кончаловским. И отдельно гостевой домик, который они переоборудовали под отель. Но это не отель. Потому что любой отель, и я думаю, что-то объяснять особенно не надо, он должен иметь отельную лицензию. Либо лицензию агротуризма. Потому что в противном случае, если это просто-напросто гостевой домик, и вы его используете для зарабатывания денег, это называется в черную. И если налоговая полиция возьмет за жопоньку, то мама не горюй. То есть там такие штрафы будут выписаны. Одно дело нелегальный гид, когда там полторы тысячи могут выписать. А вы представляете, если они зажопят, извините за мой французский, вот такую нелегальную гостиницу. Значит, несколько лет тому назад, еще вот до этого, мне звонила там одна девушка из ее фирмы с часами. Пыталась со мной разговаривать часами, но не получалось, потому что я работала. А как ты проводишь экскурсии в Сиене? Вот мы тебя хотим ангажировать на тур Юли. Как ты проводишь Сиену? Как ты проводишь Рим? Как ты проводишь Монтепульчану, Пьенце и так далее, и так далее. Потом я поняла, что что-то не то, слишком много вопросов. А в результате я узнала, что за сутки мне было отказано, слава тебе, Господи, что я просто не отказалась от своей работы, потому что я чувствовала, что это развод. И она проводила эти экскурсии самостоятельно. Человек приехал из Москвы, даже не имея вида на жительство, по туристической визе, она проводила вот в этих самых городах экскурсии. Я для первого раза не сдала, но в следующий раз, конечно, если я такое буду видеть, я это сделаю. Извините меня, пожалуйста. И для кулинарных туров они не пользовались услугами чезарини, то есть женщин, которые имели лицензию для объяснения, как изготавливать итальянские, настоящие тосканские блюда. Они просто были повара. Но повар может работать как повар, но он не может объяснять, как готовится блюдо. Потому что для этого, я еще раз повторюсь, еще один тип лицензии чезарина. И здесь в Тоскане это официальная профессия. Не говоря уже о том, что Юля не имеет права проводить кулинарные туры, поскольку у нее такой же лицензии нет. И в принципе, вы меня извините, готовить она не умеет. То есть к итальянской кухне этот человек никакого отношения не имеет. Может, она умеет готовить французскую, немецкую, еще какую-то, но не итальянскую. Вот такими вот ломтями порезать, поперчить, посарить – это не кухня. То есть это все нелегально. Я просто к тому, что это уже не первый раз такие вещи происходят. А сейчас это стало приобретать просто невиданные какие-то размахи. Значит, дальше. Это Неаполь с Наташей Барбье. И там какая-то у них тоже девушка идет, которая просыпается утром, смотрит на Везувий, говорит Везувию «Доброе утро!» и слышит колоколь. Где ее лицензии экскурсовода Неаполя? Там тоже есть лицензия своя. Значит, по поводу Венеции. Вот я хочу вернуться вот с этим вот Бильжо. Там ссылка идет на экскурсовода, что она экскурсовод, но лицензии нет. Потому что девушка, которая работает у них экскурсоводом, я ее не знаю, никогда не видела, не слышала. Мне просто рассказывают об этом экскурсоводы Венеции, что она имеет лицензию, но не в Венеции, а в каком-то совершенно другом регионе. Вообще людей за такие деньги вы разводите, как лохов. Извините, пожалуйста, за термин на элемент. Ну, в общем, опять же, вот мой интерес здесь, это вот Рим с Виктором Шендеровичем. И вот эта вот девушка, которая никакого отношения к туризму, к римскому не имеет, но вот почему-то она прописана здесь, как гид клуба в Риме. Лицензию предоставьте, пожалуйста. Вот мы матрас Шендеровичу предоставим. Еще раз повторюсь, что это не форма речи. Мы действительно ему принесем матрас, потому что я думаю, что это значительно лучше у него получится, как там в гостях у Кати Муму, чем рассказывать о Караваджу. Потому что, мне извините, конечно, что экскурсоводы Венеции, Рим, Неаполь, Флоренция, крупные города, мы потратили несколько лет, чтобы выучить материал и для того, чтобы сдать очень сложные экзамены. Потому что лицензия в крупных городах, она приравнивается к высшему образованию. Почему вы считаете, что наша профессия, а для Италии это профессия? Это ни о чем. Вы просто уже обнаглели, потому что у меня такое ощущение, что все вот эти там какие-то телеведущие и прочие, вот когда вот они лишаются работы на основных каналах, потому что пока ты на государственном канале работал, как-то надо следить за репутацией, правильно? А тут вот, значит, ты теперь в оппозиции, то есть ты в демократию пошел. Что значит демократию? Делаю, как левая нога захочет? То есть вы европейскую дипломатию, простите, демократию воспринимаете как анархию, вы очень сильно ошибаетесь. Италия – это страна, где находится 70% всего мирового культурного наследия, поэтому здесь за это можно и огрести. Вот там, скажем, там вот те, которые гондольеры у нас, которые из Африки или с Востока Европы, там на них смотрят сквозь пальцев. А вот там, что касается туризма, извините, пожалуйста, это очень все здорово мониторится. Да, душа компании Шендерович. Отлично, конечно. Кто у нас тут дальше? Сиена. Вот это я офигею просто. Сиена – это интересно. Палео, Палео в Сиене. Посмотрите, что такое Палео в Сиене. Палео в Сиене. Когда Палео проходит, сколько там людей на главной площади? Пиаце Далькампе. Когда проходит Палео, экскурсии не проводят. Если вы обещаете вашим туристам показать Палео, вы на это не рассчитываете, потому что уже билеты все на Палео, там, где платные места, они распроданы. А там, где они не распроданы, то есть, скажем так, для гостей, им не попасть. Потому что там идет местное население. Те, которые стоят в центре площади, это местное население, которые болеют, так скажем, каждый за своего фонтину. Вы продаете то, чего невозможно продать. Кстати, сейчас мы поговорим по поводу Веры Брежневой и вот этой самой фирмы Клуб Путешествия. А чуть дальше. Вот этот вот самый Алекс Дубас. Не знаю, кто такой. Как он планирует показывать Дуому? То есть, кафедральный собор Сиены и Сиенский пол, пол Сиенского собора. Туда же надо покупать билеты, и там на входе проверяют лицензию. Когда ты входишь, там стоят служащие, которым ты показываешь лицензию. То есть, где-то он идет по бесплатному билету. Ну, и там стоят служащие, которые смотрят. Там очень жестко. Он спалит. Или он не будет показывать пол Сиенского собора, или скажет, идите самостоятельно. Пол Сиенского собора – это основное. А там проверяют. Сиена маленькая. Там проверяют. И что он будет рассказывать, как. Вот в этом и заключается... Вот не хочу переходить границы правил деликатности, вот это рвачество. То есть, это вот жажда бабок, как у наркоманов. Вот такой, как у них дурь. Неважно там, какое качество, неважно, как, лишь бы урвать. Я уже не говорю про эти заоблачные Сиена. Смотрите, с 12 по 18, 7500. Я на цифру не посмотрела. Дороже, чем в Рев. 7500 на одного человека. Это просто обалдеть. Да. 7500. Вот наглость не знает конца. Но я хочу сказать, Сиена маленькая, поэтому там это не прокатит. Господин Кожухов, это я вам отвечаю. Потому что Сиена очень маленькая. И отмониторить там никаких проблем не будет. Абсолютно. И более того, поскольку в Сиенском соборе нас, экскурсоводов, нас там не так много, нас все знают, в принципе, это все можно скинуть им. Поэтому отношение будет пристрастное. Вы уж меня извините, пожалуйста, что приходится заниматься такими вещами. Но опять же, хочу сказать, это моя миссия. Но это не только моя миссия. Меня об этом попросили абсолютно все мои коллеги, которые дали ссылку на ваш сайт. Я вот хочу вам рассказать об одном случае, который произошел, кстати, в Венеции. Вот до этого. Когда у вас был тур, вы организовали с Верой Брежневой. Это мне рассказали мои коллеги, какой там был жуткий скандал. То есть цены были ломовые. Я так понимаю, кстати, что вот эти цены, они не включают в себя авиаперевозку. Авиаперевозка, она сейчас дорогая, потому что едут через Тамбул, либо через Белград, либо через Ереван. То есть это, будьте вам любезны, это под десятку, под десятку такой тур стоит, да, в Сиену. Но это картина маслом, конечно, палео, а не это смотреть. Да. Так вот по поводу Венеции. Значит, вот как раз был карнавал Венеции до вот этого, я повторюсь. И приехала вот такая вот группа с Верой Брежневой. Значит, Вера Брежнева появилась в начале экскурсии, отметилась, сфотографировалась. Она, кстати, что умеет делать Вера Брежнева? Она исполнительница, она умеет петь. Ну, неважно, видимо, какие-то поклонники у нее были, это не мне судить. Вот, и ушла, все. И туристы ее не видели, не видели там вот все вот эти дни, сколько они в Венеции находились. И когда был карнавал, то есть их привели, этих туристов, и просто-напросто запихнули их в толпу. А перед этим вот ваша вот эта турфирма им якобы пообещала какую-то отдельную площадку, откуда они будут лицезреть, как спускается ангел во время карнавала. Они стояли просто как все остальные, стояли вот в этой самой толпе. Больше ничего не было. А Веру Брежневу они увидели уже в аэропорту перед вылетом. Все, ее не было. Скандал был невероятный. И мне об этом рассказывал экскурсовод, который пришлось просто-напросто все переделывать. Почему? Потому что люди пока находились в Венеции, и они понимали, что с таким гидом, который у них был, они ничего просто-напросто не увидят, они судорожно стали искать какую-то альтернативу. Раз уже приехали за такие деньги, понятно, что люди не бедные, просто чтобы хотя бы элементарно и профессионально Венецию посмотреть. Поэтому до этого был вот такой тур с Верой Брежневой. И я просто оставляю фотографии, в том числе и палео, уж такое палео, как вот этот вот ваш, он будет показывать палео. Когда, я не знаю, был он в сиене или не был, представляет он, что такое палео, или не представляет. В общем, по большому счету, вы всего вот этого должны очень сильно стыдиться. Я понимаю, конечно, что люди, вы же не воруете у них денег, так сказать, вы просто их разводите, как лохов. Вот я буду на таком уровне говорить, потому что формат вашей работы, так называемой работы, это вот как раз уровень развести людей, сделать из них дураков. Все. И вам профессиональные услуги, потому что для развода, для такого, профессиональные услуги, они абсолютно не нужны. Нужен вот такой вот уровень. Но это просто, я хочу сказать, полное безобразие. Если вы таким образом все представляете европейскую демократию, вы очень сильно ошибаетесь. И вот в этот раз, вот сейчас, мои коллеги, все это берут на карандаш. И вашу Барбье, когда она приедет в Неаполь, и в Венеции, все на карандаше. И Рим точно так же. Еще раз подчеркиваю, что матрас вашему Шандеровичу, для того, чтобы он делился опытом, будет предоставлен, будет, подтащат. Поверьте мне. И с ними все вот это вот на видео. А сиены, это вообще просто, просто это надо настолько не знать сиену и что происходит в сиене, чтобы вот такое вот предлагать. Так что в собор они не попадут. Это я обещаю. Потому что все это будет сброшено на сайт администрации. Вот такие времена. Мы не виноваты. Просто мы, мы экскурсоводы, мы просто-напросто защищаем нашу профессию, которой мы посвятили, вот лично я посвятила 25 лет жизни, моей профессии. Вот в этом году ровно 25 лет. Поэтому я не хочу, чтобы, простите, такой мастурбации туристической вы занимались. В тех городах, в которых я имею полное право работать. А равно, как и мои коллеги. Спасибо большое, что смотрите. Это я обращаюсь к моим подписчикам. Спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся в следующий раз. Спасибо.